Совокупная плата жителей Камчатки за услуги ЖКХ увеличится не более чем на 4,2%. Повышение коснется услуг по горячему водоснабжению, отоплению и водоотведению. Предельный уровень инфляции нам довели на уровень 9%. Это предельный уровень, на который мы должны стремиться. Но, как вы знаете, ранее губернатор озвучил о том, что совокупная плата граждан не должна превышать этот предельный уровень. Соответственно, тарифы были сбалансированы таким образом, чтобы в меньшей степени население пострадало от наших тарифных решений. В этой связи региональной службы по тарифам сейчас готовятся все тарифные дела по утверждению экономических обосновок тарифов по нашим ресурсоснабжающим организациям. И, соответственно, готовятся документы под формирование платы граждан. В целом, если говорить по Камчатскому краю, из доведенного предельного уровня 9%, мы будем утверждать, на всем среднем, если взять увеличенную, то она составит порядка 4,2% увеличения платы граждан. Для жителей Петропавловска плата увеличится на 3%, что в три раза меньше, чем уровень инфляции. По ряду муниципальных образований будут приняты отдельные решения по Быстринскому району, по Усть-Камчатскому району. Там уровень составит порядка 1%. В целом, если говорить по тарифам, которые имеют наиболее весомый удельный вес в составе платы граждан, это у нас отопление ГВС. По отоплению по Петропавловскому-Камчатскому она ставится на уровне 3,8%. По воде и водоотведению будет незначительный рост, порядка 4-5%. По тарифам ТКО они ставятся на том же уровне, 384 рубля за куб мусора. Утвержденные тарифы будут действовать до 1 июня 2024 года. Продолжение следует...